всем привет всем здравствуйте сегодня у нас презентация распаковка новой коллекции которая называется лавлен из очень красивая сама по себе упаковка очень красивые цвета я уже одним глазком показывала сейчас я хочу прям сделать хорошую выкраску сейчас мы с вами сделаем выкраску в два слоя очень часто спрашивают как делать выкраску двойную сейчас я покажу всем привет присоединяйтесь сегодня у нас презентация новой коллекции многие спрашивают как делать такую двойную выкраску сейчас буду показывать и как раз я думаю что нас еще время на дизайн останется обязательно делаем какой-нибудь дизайн хотя эта коллекция она сама по себе самодостаточна и ее прям классно делать и без дизайна это для французского маникюра в том числе очень классно лавлен из 6 цветов коллекция будет сама по себе конечно лимитированная но поштучная часть она пойдет вся в основной ассортимент вот поэтому не переживайте что если цвета закончится это будет в базовом ассортименте и мы будем ее постоянно деколировать и пополнять ассортимент хотя рекомендую всем сразу брать по два цвета в каждом оттенке потому что она будет идти у вас в очень большом расходе это такие цвета которые постоянно используются каждый день вот именно каждый день есть категория клиентов которая таким покрывает сейчас будем смотреть так наклеечки сейчас будем смотреть с вами сразу делать выкраску конечно здесь наборе идет всего лишь 6 ложечек вот но я рекомендую покупать отдельно ложки прям пачку где-нибудь на вал берисе чтобы ложки были все одинаковые потому что если вы планируете делать выкраску в два слоя в два ряда нужно чтобы ложки были одинаковые так ну начнем с первого цвета номер 419 так номер 419 здесь сижу и думаю какой я вам буду дизайн показывать потому что такие оттенки вот на них не хочется даже дизайн делать так наверное я перчатку сниму мне сегодня день не задался господи дашь вот такое так первый цвет 419 смотрим такой полупрозрачный оттенок но нельзя сказать знаете что они прям вообще они средней плотности рассчитана на то что вы именно будете работать либо в очень тонкий слой либо в один средний слой либо вообще в два слоя если хотите добиться такого более или менее плотного эффекта очень классно для французского маникюра в том числе давайте я сейчас специально нанесу очень тонкий слой чтобы посмотрели что у них хорошая средняя плотность которая очень хорошо выравнивается эти вот на неважно какой слой будете наносить не выравниваются вот видно очень красивые такой золотисто розовый сиреневый шиммер я называю это крупный перламутр это такой крупный перламутр очень красивый оттенок вот для французского маникюра номер 419 прям вот отлично вот такой нестандартный французский маникюр дальше номер 418 тоже это средней плотности оттенок тоже идет как самостоятельно в один слой хотите в два слоя в два плотных слоя в зависимости от того какой вы хотите сделать эффект так поехали 418 он у нас имеет вот такой вот красивый персиковый отлив тоже по желанию в один тонкий слой наносите прям можно прям сильно размазать тонко сделать что только такой знаете легкий отлив хотите нанесите в более плотный слой я для выкраски буду делать два слоя тоже красивые здесь персиково-розовый шиммер тоже очень симпатичный так и следующий оттенок он белый молочный он даже знаете он не белый он больше как слоновая кость он больше как слоновая кость это номер 417 так не дышу все равно криво наклеила да что ж такое-то сегодня у меня я еще даже не завтракала прикиньте уже второй час дня а я еще не завтракала у меня сегодня очень много работы надо хотя бы поесть смотрим тоже нарочно можно покрыть очень тонко такая красивая слоновая кость и блёсточки имеют цвет шампанского золотистые блёсточки видно да в лампу и смотрите остальные три оттенка они имеют другой подтон и другой тип гель-лака это 422 21 и 20 это эмаль с очень красивыми серебряными разного размера тоже шиммерными в вкраплениями где-то перламутр чуть побольше размер чуть поменьше размер так берем номер 422 так берем номер 422 вот она такая разная коллекция видите здесь разные в категории цвета получается три средние плотности и три эмали такой молочный шоколад с красивым серебряным подтоном кто помнит коллекцию born to shine поставьте плюсики кто помнит коллекцию born to shine помните там был офигенный оттенок только чуть чуть темнее цветом давайте кто помнит этот цвет там тоже был такой шоколадный оттенок только чуть чуть темнее поэтому вот кто за коз заскучился за оттенками из коллекции born to shine там вот особенно было два популярных эмалевых цвета тоже с красивыми серебряными вкраплениями здесь они не то что серебряные они как белый перламутр идет очень тоже красивый и чуть-чуть серебра это номер 422 то же самое смотрите номер 420 здесь размер чуть поменьше также эмаль и и тоже такой вот белый перламутр где-то он серебро уходит ой не наклеечку не приклеил сейчас наклеечку приклеим номер 420 сейчас поближе смотрим смотрите чуть чуть другой размер поменьше вот но очень похожий цвет блесточек вот и 421 наклеечку ну вот кто-то пишет что да охоте так реально и было меня просто помню атаковали эти два оттенка из коллекции born to shine и мы когда вот колеровали сейчас в базовый ассортимент новые оттенки с шиммерами я сразу вспомнила born to shine думаю нужно что-то похожее повторить что нужно что-то похожее повторить и вот эти три цвета они как раз навеяны воспоминаниям вот тех цветов это красивый такой вот он нюдовый пыльный где-то может быть даже чуть-чуть в серый уходит 421 тоже имеет очень красивый цвет серебряный блесточек и очень благородно знаете не вульгарно блестит а прям вот очень прям красиво можно сразу долгие слои не поняла что за вопрос смотрите эти цвета я не буду в два слоя наносить вот а эти я продублирую все таки потому что я делаю выкраску вот для выкраски я продублирую я вам специально нанесла в тонкий слой чтобы вы цвет увидели в тонкий слой ну сейчас посмотрим как они в два слоя ведь вот уже цвет более насыщенный и тоже красиво вот ну вам какой вариант больше нравится в один слой или в два по желанию так то же самое в два слоя так какой же дизайн мы с вами сделаем здесь наверное какой-нибудь все что с беленьким связано стемпинг белые шарми кончики серебряные золотистые сейчас мы сделаем такое сочетание шарми кончики и стемпинг так два слоя так и вот в этот слоновая кость то же самое делаем два слоя это прям такой цвет шампанского блестки и теперь мы с вами делаем сейчас выкраску смотрите часть ложечек нужно будет покрыть глянцевым топом а часть мы покроем матовым тупом сейчас как раз посмотрим как это выкраска у меня просто ложечки есть еще не покрытые так ну желательно первый слой делать верхний слой ряд делать глянцевым а нижний матовым поэтому вот это у нас будет матовый ведь они как раз без наклеек идет слой это новая коллекция кто только что присоединился новая коллекция лавленец я сейчас делаю выкраску как раз ноги часто спрашивают как делать двойную выкраску я сейчас показываю сейчас я буду это все соединять монтировать вместе такие выкраски они очень продающие вот но это при условии конечно если вы покупаете набор потому что только в наборе у нас наклеечки по моему насколько я помню вот даже если нет наклеек все равно когда в два ряда сделана выкраска с матовым и глянцевым топом но клиенту вообще классно выбирать понимаете это как-то так прям вкусно продающе выглядит все так сейчас мы все покроем сначала матовым топом работать я буду с двухсторонним скотчем единственно покупайте хороший двухсторонний скотч потому что бывает такой знать очень слабенький что эти выкраски очень быстро разваливаться начинают сейчас посмотрите как эти цвета смотрятся под матовым топом тоже классно почему цвет приглушается блестки становятся знаете как отдельный вид дизайна то что они тогда становятся прям яркими по ступают и при этом покрытия не блестит я очень люблю перламутровые шиммерные особенно где такой средний перламутр так сейчас у меня тут что-то прилипло под матовым топом обожаю это тоже прям вот отдельное покрытие такое покрытие уже дизайн точно не нужен когда мы перекрываем гель лак с шиммером матовым топом получается такой эффект шагрине но очень интересный эффект так у меня видимо пока типсы лежали покрытые без топа на них уже налетела куча мусора так слушаю и этот покрываем матовым а вы что-то придумали к лету в стиле бокса так у меня бокс будет если вы ждали прям его от крови на летнем он будет в стиле маккуин коллекция будет посвящена модному дому александра маккуин бокс будет в новом новой комплектации там будет еще больше декораций будет будет офигенно сразу вам говорю вот сказать что вот ну какой то он прям летний будет не знаю просто стиле александра маккуин это определенная категория стилевая вот ну я думаю что зависимости от того какой вы будете потом гель-лака использовать то что в этот раз бокс будет выходить без начинки с гель-лаками там будет упор идти на декорации здесь в общем дождитесь летом летом выходит бокс новый я буду очень много как всегда работать боксом и конечно вариации на тему во первых дайджест будет электронный мы обязательно сделаем и в базовых цветах александра маккуин сделаем в цветах оттенках возможно и летом раз он летом выходит поэтому наверное да будем будем потом делать с учетом то что коллекция летом выходит вот это хорошая идея чтобы сейчас вопрос это задали так ну давайте посмотрим что тут у нас матовая получилось давайте вообще поближе при так вот подведу вот за что я люблю матовый топ видите матовый топ превращает перламутровые гель-лаки в очень красивое интересное покрытие вот такое покрытие на самом деле она уже самодостаточная и например дизайн можно и не делать на таких ногтях уже классно если они все клиенты могут носить матовый топ это факт не все могут носить замшевую обувь и замсам замшевую одежду почти мы закончили почти 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 закончили все ура закончили теперь мы с вами берем двухсторонний скотч вот опять же скотч покупайте хороший потому что клиенты очень быстро эти выкраски портят так смотри же хороший кусочек сейчас просто смотрите чтобы сделать аккуратно я чуть-чуть так так наверное я на бумажку сейчас посажу какую-нибудь даже тебе есть бумажечка какая-нибудь листочек ли лучше конечно с листочком у меня сейчас под рукой нет листочка ладно сделаем так так а номера лишь нужно по номерам их господи сейчас 417 418 419 420 21 22 при мне тут номер приклеила первым я давно кстати не делала выкраску не девочки делают обычно сейчас так первых поехали ну что ж такое да ну что ж такое да просто смотрим дизайн ногтей сейчас начну показывать кто сейчас ждет дизайн сейчас будем рисовать с вами сейчас чуть-чуть подождите так вот это сейчас чуть-чуть переклеим так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая выкраска, она намного лучше продает цвета. Не обязательно это по коллекциям делать. Вы можете сделать просто красивую подборку. Например, у вас залежались какие-то гель-лаки. Гель-лаки хорошие, а клиенты не выбирают их. Можно таким образом прорекламировать их. И, например, какие-то гель-лаки, которые залежались, они у вас начнут идти в расход. Клиенты начнут просить. Все. Выкраска готова. Мы все так выкраски делаем. Но это классно, видите, когда вы покупаете набор. Потому что у нас наклейки, они идут в наборе. В набор мы кладем ложечки и кладем наклейки. Но в набор мы кладем только 6 ложечек. Поэтому я в любом случае рекомендую покупать, чтобы у вас была пачка ложек отдельная, одинакового размера. Очень часто, например, если хочется сделать жесткую, можно вот здесь, например, еще слой двухстороннего скотча, например, с бумажечкой. Ну, вот я сейчас так делать не стала. Хотя, вот если посмотреть, у меня другие коллекции. Видите, я еще на бумажечку приклеиваю. Так тоже можно делать. Но я в последнее время стала без бумажечки делать. Так тоже очень удобно. Вот видите, бумажечка, она держит каркас. Вот, можете вот здесь еще слой скотча приделать с бумажечкой, с картоночкой. Так, ну что, давайте сделаем какой-нибудь дизайн. Дизайн. Ну, нежненький сейчас у нас дизайн будет. Дизайн у нас сейчас нежненький. Так, что для дизайна возьмем? Напоминаю, коллекция Лавлиннс. В Европе она тоже выходит. Ну, там, по-моему, мы почти одновременно с этой коллекцией стартую. Сейчас вот точно не могу вам сказать. Вот даже, ну, даже не знаю, какой цвет взять. Давайте 421-й, наверное. Вот 421-й. Градиенты, наверное, кстати, классные будут. Французский маникюр вот с тремя цветами будет тоже классный. Очень красиво, ну, очень красиво. Так, стемпинг тогда мы сейчас с вами сделаем. Даша! Дочь. Так, моя дочь в наушниках. Ничего не допросишься. Видите, я вот так вот вяжу скотч. Вот так мне удобно чистить. Не люблю ролик. У меня скотч обычно висит. Так, ну что, белый стемпинг просто. Белый стемпинг. Почему-то, блин, на нежнятину тянет. Значит, будем нежнятину делать. Так, чтобы сделать стемпинг, либо убираете дисперсию, либо наносите скотч. Ой, там там скотч. Т-класс. Это топ без липкости. Суши. Так. Шермикончики. Так, шермикончиков очень много. Так, что бы взять? Давайте вот этот, наверное, возьмем. Так. Так. И здесь... Нет, что-то захотелось цветочков тогда добавить. Каких-нибудь. Ну все. Хотела сделать спокойный дизайн. Походу, будет неспокойный. Так, носим топ-слайдер. Цвет я, правда, перекрыла практически. Всю красоту цвета стемпингом. Сушим. Сейчас посмотрим, что тут у нас есть. Так, может быть, на листики добавить. О, у нас вот этот новый слайдер есть. Оскар де лоренто я называю этот слайдер. Их два. Оскар де лоренто. Мы вдохновлялись. Новая коллекция Оскара де лоренто. Скоро я к этому слайдеру приступлю. У нас, по-моему, еще только будет стартовать. Его еще пока в продаже нет. Ладно, тогда не будем сейчас пока использовать. Сделаем вот такую вот нежнятинку лучше. Так, мы сейчас вырежем. Нежим несколько листиков. Вот так вот один. Такие веточки. Они чуть-чуть с фольгушечкой. Такие нежненькие. Приятные. Приятненькие. Все, водичка. Так, водичка. Напомню, что я уже топ-слайдер нанесла. Тоже можно штампиком. Обратите внимание, кстати, штампик я уже подушатала. Потому что в последнее время много работало гелем. Все-таки, блин, краски гелевые портят. Все равно портят поверхность штампиков. Поэтому лучше, если у вас штампик очень классный, боитесь его испортить, не используйте его с гелем. Короче, их несколько должно быть у вас. Так, ультрашайн. О, Господи. Ультрабон. Все, я устала. Блин. Почти два часа, и я устала. Так, надо же еще что-нибудь. Мут какую-нибудь наклеить. Так, поэтому я нанесу теклос. Я нанесу теклос. И у нас тут есть разные вот такие нежненькие наклеечки. Так. Так. письмецом его черненьким сделан золото теряется такой конвертик такой дизайн стиль и шибишик получился так и не знаю чем матовым глянцевым хочется перекрыть наверное глянцевым сушим так хотел французский маникюр нарисовать ну блин кисточка у меня под уставшие мне ее надо в порядок привести нет давайте с французским маникюром наверное следующий раз как раз этой коллекции я прям наверно заранее сделаю типсы разные варианты такой вот романтической свадебной теме с этими оттенками что оттенки прям до ассоциации такой и свадебная что-нибудь хочется сделать такой вот нежнятину нежнятину ждите кстати в ближайшее время будут мастер-классы в стиле оскар de la renta у него очень удачная коллекция в этом сезоне мы аж два слайдера сделали посвятив этим принтом будем с вами короче заниматься творчеством всем большое спасибо новая коллекция уже блин она у нас есть на сайте или нет по идее если я веду сейчас эфир мне кажется она наверное уже на ими shop есть но даже если на ими shop нету у дистрибьюторов она точно уже есть вот всем пока пока